Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Галевич, компания FreshForex. Сегодня у нас пятница, 13 мая, и мы начинаем вебинар «Ежедневный обзор валютного рынка». Перед началом вебинара необходимо проверить качество связи. Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Отлично, благодарю за обратную связь. Начинаем вебинар по традиции с календаря событий. Сегодня у нас день очень интересный. Есть много важной статистики. Начнем по порядку. В полдень по Москве мы получим данные по ОБП еврозоны за первый квартал. Также у нас сегодня будет интересная статистика из США в 15.30. Отчет по розничным продажам. Очень сильные макроэкономические показатели. И также в 17 часов ровно это индекс настроений потребителей от университета Мичигана за май. Это у нас уже опережающий индикатор, потому что май месяц у нас еще идет. И вот мы уже имеем некоторые такие данные. Начнем обзор с пары евро-доллар. Пара сейчас снижается. И здесь вот уже в чат поступают вопросы, почему пара евро-доллар упала. Без причин. Но причины фундаментальные были. Если вы посмотрите на данные, которые сейчас были опубликованы. Не сейчас, а в 9 часов по Москве данные по инфляции. Здесь и данные вышли слабые. И хуже, чем ожидал рынок. И в целом данные отрицательные. Здесь у нас представлен как раз график непосредственно инфляции по Германии. Это именно тот показатель, по которому рассчитывается в целом инфляция по еврозоне. Так называемый гармонизированный индекс потребительских цен. И здесь, если посмотреть на этот показатель, то мы видим с вами падение. Причем падение достаточно такое сильное. Инфляция ушла опять в отрицательную область. Минус 0,3% год к году. Это все очень плохо. И соответственно мы видим снижение. Почему рынок реагирует на инфляцию? Потому что если инфляция снижается, то значит будут присутствовать ожидания, что центральный банк может либо ставки понизить, либо хуе увеличить и так далее и тому подобное. Конечно может центральный банк этого ничего и не сделать. Но такие ожидания бывают. И рынок живет ожиданиями. И мы с вами в итоге видим снижение. И в целом на этой неделе мы с вами говорили о том, что мы ожидаем снижение пары евро-доллар и укрепление. И снижение начнется особенно сильно, когда мы закрепимся ниже средней границы по Болинджерной Дневке. Вот это уже техническая сторона данной картины. И мы говорили о том, что это у нас область 1.1360. Как только мы уверенно закроемся ниже этой области, тогда уже начинается именно сильное укрепление доллара. Поэтому сейчас мы увидели с вами совпадение и техники и фундамента. Вышел плохой фундамент. Инфляция по-прежнему отрицательная, причем она очень сильная. И здесь по технике мы с вами пробили эту область. Предыдущая часовая свеча закрылась на отметке 1.1341. И получается по технике мы также пробили среднюю на Дневках по Болинджеру. И теперь мы можем дальше падать. И здесь получается уже такая ближайшая цель на несколько дней. Это нижняя граница по Болинджеру на Дневках 1.1215. Сходим ли мы туда? Я думаю, сходим. Шансы для этого есть. И сегодня также, я думаю, будет у нас хорошая статистика из Штатов. И здесь я думаю, что статистика может быть и не, допустим, совсем хорошая в том плане, что мы можем и не увидеть данных со знаком плюс. Но при этом мы можем увидеть данные лучше консенсус прогноза. Потому что консенсус прогноз по розничным продажам у нас сегодня минус 0.3% месяц к месяцу, то есть к предыдущему месяцу. Данные сегодня за апрель. Значит, сравнение апреля с мартом. И здесь мы можем увидеть, допустим, данные 0%. И почему мы можем это увидеть? Потому что у нас так называемая эффект низкой базы. Вот здесь в правой части графика я как раз выделил эту область. У нас получается в марте было падение розничных продаж, а потом в феврале без изменений. Также розничные продажи упали и в январе на 0.4%. И почему сегодня могут быть уже данные лучше консенсус прогноза? Потому что средний заработок в марте в Штатах вырос. И получается, если в марте денежку получили больше, то в апреле, соответственно, можно чуть-чуть увеличить свои расходы. Будем говорить осторожно. Не будем говорить о том, что сразу же у нас такой сильный спрос возник в ритейл-секторе. Будем говорить именно о небольшом увеличении. И, соответственно, это будет позитивно. Возможно, даже мы увидим значение со знаком плюс, то есть плюс 0.1. Это будет еще больше позитив для доллара. То есть это фактор позитивный для американской валюты. И плюс, почему можно сегодня ждать хороших данных по розничным продажам? Потому что есть такой показатель, как продажа автомобилей. Он также входит в компоненты розничных продаж. Порядка 25% розничных продаж именно составляют продажи автомобилей. И здесь данные по продажам автомобилей уже у нас были опубликованы. Они были опубликованы в начале мая месяца. И там продажи выросли на внутреннем американском рынке. Получается тоже фактор позитивный и тоже такой опережающий сигнал, что поскольку у американцев стало больше денег в кармане, чуть больше, количество денежных знаков прибавляется, то они стали эти денежные знаки использовать. То есть они стали делать покупки. И в том числе вот пошли покупки по автомобилям. Автомобили все-таки покупка дорогостоящая. Соответственно, можно сделать и предположение, что в целом у них присутствует желание тратить деньги. И, соответственно, сегодня мы можем увидеть хорошие данные. И вот с учетом того, что мы по технике пробили среднюю границу по Болинджеру надевка, которая у нас была сильной поддержкой в последние несколько дней. И с учетом хорошего фундамента для доллара. И плюс с учетом того, что, я думаю, у нас будет снижаться товарный рынок. Вот по нефти мы с вами накануне говорили, что мы идем в область 48.26. Это у нас по бренд максимум апреля. И мы накануне установили максимум 48.29. То есть мы переписали этот апрельский максимум. То я думаю, что рынок пойдет вниз. Почему упадет вниз? Даже если, допустим, подумать о том, что все-таки рынок еще может сходить наверх в область психологической отметки 50 долларов за баррель, то все равно сегодня шанс сохраняется движение вниз, потому что впереди выходные, рынок очень сильно вырос. И поскольку доллар укрепляется, индекс доллара растет, то есть корзина доллара, то здесь, я думаю, у многих инвесторов возникнет желание зафиксировать эти ланги перед выходными, чтобы на выходных уже уйти не с бумажной прибылью, а с реальной прибылью. Поэтому как минимум назрела коррекция, либо назрел уже разворот то, что мы обновили апрельский максимум. Разворот это или коррекция, пока сказать трудно, но будем говорить пока о коррекции. Там уже посмотрим, может быть, это уже окончательный разворот. И, соответственно, если нефть падает, плюс накануне и медь падала, алюминий и другие промышленные металлы, то есть товарный рынок стал разворачиваться, обычно разворачиваются в товарном рынке в первую очередь металлы. За металлами уже идут нефть, газ и так далее. И вот накануне металлы синхронно продемонстрировали снижения промышленные. И здесь я делаю вывод, что у нас сегодня нефть также пойдет вниз, соответственно, это позитивно для доллара. И вот все это, если суммировать, то получается тенденция для доллара позитивная. И здесь, где можно открывать позиции на продажу, то я бы рекомендовал чуть выше текущих. У нас вот сейчас цена вышла за нижнюю границу по индикатору полосы Боллинджера. И я думаю, что лучше дождаться, когда цена вернется опять в эту границу, и там можно открывать позиции. Поэтому здесь я бы рекомендовал первый селлимит поставить на отметке 1.1342, и второй селлимит на средней границе по Боллинджеру на часовиках – это область 1.1375. Вот два селлимита. И где можно закрывать позиции? Первая цель для этих позиций – это у нас отметка 1.1270. Это у нас область уровня поддержки 1.1269, то есть немножко округлима. И вторая цель – это 1.1215, это нижняя граница по индикатору полосы Боллинджера на дневках. Может быть, мы сегодня увидим сильное падение, и, соответственно, можем как раз протестировать нижнюю границу. А может быть, уже это дело отложится до следующей недели. Поэтому такая цель есть вот на ближайшие несколько дней. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллар, я на них с удовольствием отвечу. Что касается, Светлана, вашего вопроса по ставкам, то это событие у нас произойдет в июне месяце. Сейчас скажу, когда будет уже точно заседание Федрезерва. Это у нас в середине месяца 15-е число. Тогда будет решение по ставкам ФРС и также предсказатель Елен. То есть будет очень важное событие, будет много дано ориентиров, и, соответственно, рынок будет этого ждать. Поэтому я и говорил на этой неделе, во вторник, когда мы проводили вебинар первый на этой неделе, что я ожидаю укрепления доллара до этого времени, до 15 июня по корзине. А там уже будем смотреть на Федрезерв. Поэтому по-прежнему свой прогноз сохраняю, и я думаю, что доллар будет укрепляться и к евро, и к фунту, и к японской иене. Я думаю, что к японской иене поменьше будет укрепление, а вот к евро и к фунту побольше укрепление. Почему фунт у нас падал и в чем причина? Здесь мы накануне об этом уже начали говорить, что по фунту ожидаем падение. Потому что накануне был Банк Англии, и мы с вами говорили, что ничего хорошего от Банка Англии не ждем. Ждем только плохих прогнозов, и Банк Англии не подвел, и Банк Англии дал плохие прогнозы. Я этого ожидал, рассчитывал на это, и здесь мои, скажем так, прогнозы совпали с прогнозами Банка Англии. Банк Англии понизил прогнозы по ОВП на 16-й год, 17-й год, на 18-й год. Отметил, что снижение ОВП связано с падением экспорта и также потребительскими расходами. Мы с вами об этом также подробно говорили, что фунт очень сильный к евро. Это плохо для промышленников, розничные продажи падают, доверие потребителей упало. И вот Банк Англии все это озвучил, о чем мы с вами накануне говорили. Все то же самое было сказано, и в итоге фунт упал. И здесь все нормально, то есть все как и должно быть. Плохой прогноз от Банка Англии, от Центрального банка. Соответственно, плохо для валюты, и мы видим падение фунта. То есть по-прежнему тренды задаются именно центральными банками. И почему как раз необходимо всегда следить за действиями центральных банков. И если вы вспомните наш минувший вебинар, то я говорил о том, что доходности двухлеток, они хоть и немного, но упали. А доходности двухлеток – это опережающий индикатор как раз по монетарной политике. И вот почему мы все время говорим об облигациях на каждом нашем вебинаре. То есть они нам с вами посылают сигналы опережающие. И вот доходность двухлеток еще раз все это подтвердила, что ждем падения фунта. И сегодня, на мой взгляд, падение фунта продолжится, потому что здесь и по технике по фундаменту ничего хорошего нет. И по технике получается падение фунта ускорится после того, как мы пройдем 1.4373. То есть как только мы закрываем часовую свечку ниже чем 1.4373, то здесь закрывается дорога, падает нам до 1.4226. Это нижняя граница по индикатору полосы Болинджера на дневках. То есть здесь можно предположить на сегодня два сценария. Первый сценарий – это для тех трейдеров, которые готовы рискнуть. Они могут продавать уже фунт и от текущих уровней 1.4395 и также продавать чуть выше. Это в области второй сценарий поставить на уровень сопротивления 1.4435 и ждать снижения котировок. Здесь можно выделить первую цель – это 1.43 ровно и вторая цель – это 1.4227. Вот две цели. Если вы трейдер более такой консервативный, то есть не любите рисковать, хотите получить более такой уже надежный сигнал, но в целом и сигнал сейчас продавать тоже хороший, но допустим можно еще раз подстраховать, то есть включить такой небольшой дополнительный фильтр и здесь уже тогда дождаться закрытия часа ниже чем 1.4373, то есть хотя бы на 1.4370. Часовая свечка закрывается, любая часовая свечка сегодня, и после этого уже можно будет продавать цели те же самые 1.43 ровно и 42.27. Вот выбирайте для себя, какой вам подход больше нравится, либо чуть-чуть агрессивный, уже продавать текущих, тем самым больше заработать, либо консервативный, дождаться закрытия этого фильтра. И почему сегодня пара может падать? Во-первых, вчера Банк Англии, кроме того, что дал плохие прогнозы, он еще сказал о том, что если Великобритания выйдет с того есть, то начнется рецессия. Причем рецессия неизбежна, здесь даже это не обсуждается. Сейчас мы с вами не можем сказать, выйдет ли Великобритания из состава ЕС, потому что этого не мы не знаем, никто этого не знает, даже сами британцы находятся в сомнениях. Будет скоро референдум. Как проголосуют, непонятно, но вот Банк Англии и некоторые политики, они все-таки призывают голосовать за то, чтобы остаться в составе ЕС. Но, кто знает, может быть все-таки и выйдет из состава ЕС. Здесь, в общем, знак вопроса, и он будет еще тянуться до самого референдума. Но вот Банк Англии сказал, что если все-таки выйдут из состава ЕС в Великобритании, то рецессия неизбежна, безработица вылезет и тому подобное, экономика пойдет вниз. Поэтому такие риски присутствуют и до момента референдума все участники рынка об этом будут понимать, и они будут это вспоминать при каждом удобном случае. Второй фактор, мы уже говорили, статистика по Америке может выйти сегодня хорошая, шансы на это высокие, потому что заработные платы растут, плюс в течение всего первого квартала розничные продажи очень сильно упали. Получается эффект низкой базы, доходы увеличились, продажи автомобилей выросли, и вот благодаря этой низкой базе, то что очень сильное было падение, мы можем быть хорошей цифры. То есть по сути дела вроде бы в целом ничего особо не изменится, за 4 месяца цифры будут плохие, но за счет того, что вроде бы с января по март цифры были плохие, то вот в апреле может такая хорошая цифра нарисоваться. И будет вот такой вот краткосрочный позитив для доллара. И также рынок нефти, вот здесь мы с вами видим график корреляции нефти, линии синего цвета и пара фунт-доллар, линии красного цвета. Вот мы видим в правой части графика нефть у нас сходила на новый максимум, сейчас корректируется. И может быть, если мы пробьем у нас минимум вчерашнего дня, это по Brent 46.95, то есть если мы уходим на 46.95, то у нас будет фигура уже, получается, реализована двойная вершина на часовиках, и тогда у нас падение, получается, будет на 45.75. И это вот на часовиках фигура двойная вершина, так же и может образоваться фигура двойная вершина на дневках, это уже если мы уходим ниже 43.53. Тогда будет у нас фигура двойная вершина на дневках, и тогда мы уже можем падать на 38.90. Поэтому вот две такие модели есть. Они, скажем так, мы их держим на карандаше, потому что для их реализации необходимо, чтобы цена падала. И, соответственно, здесь все это также держим внимание. Я думаю, что цена будет снижаться, потому что нефть все-таки находится на очень высоких уровнях, и плюс промышленные металлы пошли вниз, и индекс доллара также укрепляется. Поэтому я думаю, что в ближайшее время нефть на счет снижения свое. И вот по нефти, если накануне мы говорили о покупках, и до максимума 48.26, то сейчас, поскольку цель выполнена, я бы предложил открывать уже позиции на продажу. Сейчас мы видим рост по нефти Brent 48.10, свечка бычья, верхняя граница по Bollinger 48.38. И вот как раз вот в этой области я бы рекомендовал открывать позиции на продажу. То есть ставим саллимит на 48.38, и здесь первая цель это 47.00 ровно. Вторая цель это уже 45.90 по нефти марки Brent на сегодня. Вот две такие цели. И, соответственно, фунт также продаем. Прогнозы и цели уже были озвучены. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре на фунт-доллар, и я на них с удовольствием отвечу. А пока вы пишете свои вопросы, мы тогда рассмотрим следующую нашу валютную пару, о которой мы накануне говорили, что лучше ничего не делать, пропустить, потому что факторы были смешанные. То сегодня, на мой взгляд, уже начинает формироваться сигнал для того, чтобы продавать данную валютную пару. Но, опять же, продавать осторожно, и продавать, получается, можно до американской торговой сессии. Поскольку сейчас у нас спрос на рисковые активы падает, вот здесь мы видим с вами диаграмму. Здесь у нас три инструмента. Это линия зеленого цвета Nikkei 225, фондовый рынок сегодня упал в Японии. Линия красного цвета рядом находится, это пара доллар-иена. И уже самая нижняя линия, это фьючерсный S&P, который также, в открытии азиатской сессии, у нас демонстрирует слабость. Поэтому, получается, спрос на рисковые активы снижается, промышленные металлы также падают. Сейчас небольшое движение вверх, и, на мой взгляд, здесь можно использовать это снижение для того, чтобы открыть позиции на продажу. Еще раз подчеркну, до американской сессии, потому что, как я уже говорил, в американскую сессию, я думаю, что будут хорошие данные, и мы развернемся вверх. Потому что это хорошо для доллара, и пара может пойти вверх. Поэтому на сегодня вот здесь я рекомендовал следующий прогноз. Продавать пару от отметок 108.80 и 109 ровно, и закрывать позиции на отметке 108.40, вот это позиции для продажи. А затем уже в 15.30 можно будет покупать пару доллар-японская иена с тейк-профитом 30 пунктов. Вот какой у нас уровень будет в 15.30, там можно будет купить, и пунктов 30 можно ждать снижения. Почему такое небольшое снижение 30 пунктов, допустим? Потому что, я думаю, реакция будет такой не совсем сильный вверх, потому что, я думаю, снижение аппетита к риску сегодня будет продолжаться, и поскольку фондовые рынки дальше еще могут пойти вниз, и промышленные металлы, и церно-товарный рынок, то здесь, получается, иена также может получить небольшое укрепление. Поэтому я бы был сегодня осторожен, и не ставил бы на такой сильный рост доллара, а на такой более-менее скромный рост пунктов 30 взять и лучше уйти. Потому что больше мы можем и не увидеть. Поэтому до 15 часов по Москве актуальны продажи к отметке 108.40, а уже с 15.30 в момент выхода данных, перед этими данными, допустим, в 15, там 25, 27, может быть, покупки, и пунктов 30 можно ждать рост. Так, по индексам, которые на графике. Альберт, благодарю за вопрос. Что касается индексов, то по Nikkei 225, на мой взгляд, можно ожидать умеренного будет снижения, но снижение не сейчас, а чуть позже, в американскую торговую сессию, потому что по Nikkei уже сессия завершилась, и сейчас ликвидность там очень низкая, и здесь уже ждем американской сессии. А вот по американской сессии, по S&P, я бы здесь рекомендовал следующий прогноз. Я бы рекомендовал продавать, но не от текущих уровней, дождаться лучше более такого сильного сигнала. Вот у нас есть уровень 2036,1. Это минимальная отметка 6 мая, и вот как только мы часовую свечку закрываем ниже этого уровня, тогда уже можно будет продавать. Сигнал будет очень сильный и по фундаменту, и по технике. Фундамент очень много негативного для S&P, но S&P находится во флете, и пока на это не особо реагирует. То мы падаем, то мы отрастаем. И вот здесь уже и фундамент с техникой совпадут, когда мы закроем часовую свечку на 2036 и ниже. То есть 2035,9, 2035,8, любое значение, тогда мы уже можем падать. И здесь, где у нас будут цели, первая цель по этому падению, это будет 1998, 1998, первая цель, вторая цель, это уже 1950. Поэтому вот такой мой взгляд на S&P. В приоритете продажи, поскольку фон негативный, но ждем подтверждения по технике, это закрытие ниже 2036 пунктов. Тогда все совпадет, будет очень сильный сигнал, и мы сможем на этом, я думаю, неплохо заработать. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, у нас есть еще немного времени, и я на них с удовольствием отвечу. На будущей неделе мы с вами встречаемся 16 мая, в понедельник, в 10.30 московскому времени, и также на будущей неделе, в четверг, мы с вами проведем вебинар по техническому анализу, рассмотрим несколько технических индикаторов, как их можно применять на практике, то есть в режиме реального времени откроем какой-нибудь график, в нашем терминале построим эти индикаторы, и будем смотреть, какие сигналы они нам подают. То есть будем составлять прогнозы, то есть будет такой практический вебинар по нескольким простым и эффективным индикаторам технического анализа. Что касается золота, Роман, благодарю за вопрос. По золоту, вы знаете, я бы сегодня пропустил торговлю по золоту, потому что здесь фон смешанный. Почему смешанный? Во-первых, поскольку у нас аппетит кризиску падает, то получать для золота это хорошо, золото должно расти, и вот золото сегодня в Азию росло, и здесь все нормально. То есть в азиатскую сессию золото это отыграло. Сейчас бы почему пропустить, потому что золото уже в азиатскую сессию выросло, и вот текущие уровни, они с одной стороны вроде бы не такие высокие, но в то же время, может быть, уже роста и не будет. А почему роста может не быть? Потому что, я думаю, будут хорошие данные по Америке, индекс доллара будет укрепляться, а если доллар растет, то это плохо для золота. Поэтому вот такое противоречие. С одной стороны, уход из рисковых активов, это хорошо для золота, с другой стороны, доллар растет, это плохо для золота. И вот как в итоге сегодня по золоту это все решится, я, сказать, затрудняюсь. Если бы сегодня, допустим, у нас уровни были как в азиатскую сессию, вот сейчас по золоту, допустим, у нас Азия открылась на отметке 1263, тогда я бы сказал, что покупаем золото и ждем роста до верхней границы по боленжерно-часовиках. Но поскольку мы уже находимся рядом с этой верхней границей по боленжерно-часовиках, то здесь вот у меня уже сомнения, а будет дальше рост? Или, может быть, все уже сейчас будет реакция за долларом, поскольку доллар вверх, то золото вниз. А вдруг и не будет такой реакции? Может быть, бегство из рисковых активов поддержит золото, и мы пойдем, допустим, на 1285? Поэтому вот такие сомнения у меня присутствуют. Когда у меня сомнения, я лично ничего не делаю, потому что зачем делать, когда сомнения? Лучше присмотреться к более сильным сигналам, допустим, фунт-доллар, евро-доллар, нефть та же самая на небольшом росте. По S&P, когда мы падаем ниже 2036, там сильный сигнал на продажу. Вот такие сильные сигналы, на мой взгляд, лучше торговать. Так, уровни по фунту. Андрей, конечно же, можно сейчас. Сейчас вернемся, 43,73, 42,82 – это поддержки сильные и сопротивление 44,35, 44,69 по паре фунт-доллар. Так, что касается Плана, покупать его, он начал расти. Вы знаете, я думаю, что покупать не стоит, потому что нет сейчас ничего хорошего для британской валюты. И если мы посмотрим на дневки, то вот у нас последние предыдущие две дневные свечки, они у нас доджики. То есть, было вверх вынос котировок, потом опять падали, потом опять вверх падали. То есть, такая модель по свечному анализу, она указывает на то, что где-то близко разворот. И поскольку мы росли в последние несколько дней, то это все указывает на то, что есть в области 45-й фигуры какие-то сильные продавцы, которые как раз при подходе к 45-й фигуре, они открывали позиции на продажу, и рынок падал. Поэтому я думаю, что эти сильные продавцы свои позиции уже набрали, и сегодня день для них хороший, чтобы фунт уже продавить. Поэтому и по технике фундаменту сегодня по фунту вниз, поэтому я бы лично продавал сегодня фунт с текущих и плюс от уровня сопротивления первого 44,35. Вот две такие точки для продаж и ждал бы снижения котировок. Уважаемые коллеги, благодарю всех за внимание. Наш вебинар подходит к завершению. Желаю сегодня всем успехов. У нас впереди выходные. Желаю всем приятного отдыха, позитивных эмоций. И в понедельник я вас всех жду на вебинаре ежедневный обзор валютного рынка Форекс в 10.30 по московскому времени. Еще раз всем успехов. До новых встреч.